Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши пешие прогулки. Сегодня мы на улице Гончарова и будем двигаться от перекрестка улицы Карла Маркса с улицы Гончарова к улице Ленина. Первое здание на нашем пути – ЦУМ, центральный универмаг. До 1970 года на его месте был гостиный двор с колоннами, поэтому за ним закрепилось второе название – столбы. Масштабное строительство гостиного двора своеобразного торгового центра началось в 1832 году на пересечении двух главных улиц Симбирска – Большой Саратовской, сегодня это улица Гончарова, и Дворцовой улица Карла Маркса. Строительство гостиного двора растянулось на несколько лет. Оно осуществлялось по образцовому или, как сегодня говорят, типовому проекту петербургского архитектора Абраама Мельникова. В Симбирске его осуществлял губернский архитектор Иван Лизагуб. В 1836 году на месте деревянных мелочных рядов выросли каменные корпуса с помещениями для лавок. Первоначально таких лавок было 98. По периметру оба корпуса были обнесены проходными крытыми галереями – аркадами. А штукатуренные фасады новых корпусов с самого начала красили охрой – желто-коричневый цвет. В отделке колонн использовался белый вятский камень. После августовского страшного пожара 1864 года от главного торгового комплекса остались лишь обугленные островы. Вскоре два корпуса гостиного двора были восстановлены. Но в 1920-1922 годах селевидные потоки в русле реки Симбирске и оползни на склонах ее берегов привели к повреждению двух корпусов гостиного двора. Общий экономический кризис и голод 1921-1922 годов стали причиной того, что до 1924 года здание оставалось заброшенным и продолжало интенсивно разрушаться. К середине 1930-х годов от него остался только южный корпус. Он был отремонтирован и с названием «Столбы» еще много лет продолжал использоваться как помещение для магазинов. В военные годы для комплекса гостиного двора было спроектировано оригинальное архитектурное дополнение. На высокой четырехугольной башне с острым шпилем предполагалось установить башенные часы, которые когда-то отбивали время с колокольни снесенного Вознесенского собора. Однако на дворе был 1943 год, поэтому проект так и остался на листах Ватмана, которые хранятся в Госархиве Ульяновской области. А часы заняли достойное место на башне дома Гончарова. В 1960-е годы в жизни Ульяновска началась новая эпоха – подготовка к празднованию столетия со дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина, нашего великого земляка. Грянула основательная перестройка исторического центра города. На месте снесенных столбов сразу же началось строительство нового торгового комплекса. К 1969 году здесь был выстроен по проекту архитектора Селецкого трехэтажный современный универсальный магазин, к которому со стороны улицы Карла Маркса примыкал однотипный по архитектурному облику и конструкция двухэтажный пристрой с гастрономом и кафе-столовой. Новому универмагу первоначально собирались дать два названия – дом торговли и столбы, но открыли его в 1970 году с названием ЦУМ. На месте бассейна неработающего фонтана около ЦУМа когда-то была усадьба с двухэтажным каменным домом. Ее владельцем был Матвей Дмитриевич Загряцков – ученый и профессор. После революционных событий 1917 года он работал преподавателем политико-правового отделения Московского университета. Одна из последних его публикаций – благоустройство и планировка населенных пунктов. Помещения усадебного дома сдавались под номера, магазины и типографию. После военной времени в здании находился магазин «Динамо». При реконструкции города в 1960-х годах дом был снесен и на его месте сооружен фонтан. После сноса усадьбы Загряцкого открылась большая глухая стена дома номер 19. В 1970-х годах ее украсило мозаичное панно. Авторами панно были художники Валерий Живулин и Валерий Петров – оба выпускники Суриковского института. Советская мода на мозаику в те годы широко шагала по стране. Тема мозаичного панно и зависела от того, какое учреждение она украшала. Стену дома номер 19 украсила мозаика, отражающая научно-технический прогресс, поскольку в здании располагался на тот момент институт. В центре молодые инженеры работают с вычислительной техникой. Мозаичное панно занимает только северную часть дома номер 19, которая смотрит на ЦУ. Своим главным фасадом он выходит на улицу Гончарова. Это трехэтажное здание с балконами, в оформлении которого использованы элементы позднего классицизма и русского стиля. Дом был построен во второй половине 19 века. Одним из богатейших купцов Симбирска Василием Чебоксаровым. Василий Александрович был крупным торговцем хлебом и солью. Впрочем, в этом здании сам купец с семейством не жил. Дом являлся доходным. После его смерти здание перешло его дочери Софье Васильевне Медведевой. В разные годы помещения доходного дома Медведевой сдавались под магазины, мастерские, жилье и различные торгово-промышленные заведения. В начале 20 века в доме размещалось Симбирское коммерческое собрание. Здесь же какое-то время находился дом городских обществ, зимнее помещение общественного собрания. Во время массовых сборищ в стенах Медведевского дома порой звучала музыка. Играли два оркестра – струнный и духовой, 164-го закатальского полка, под управлением капельмейстера Люстгартена. Перед революцией в доме размещалось несколько хлебобулочных заведений. Кондитерская Комарова, булочная Буракова и Михайлова. По воспоминаниям сторожила Алексея Ястребова, магазин Михайлова был самый лучший в городе. Особенно хороши были грошовые булочки ценой в полкопейки. В мае 1917 года в здание въехал отряд Красной гвардии. В период гражданской войны размещались воинские части, губернские учреждения и общественные организации. В 1927-1930-х годах в здание въехали военные. Сюда перевели дом обороны, дом Красной армии, в котором находился свой кинотеатр «Красная звезда». В 1949 году в бывшем доходном доме открылась сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов. С 1960-го и почти 30 лет здание занимал научно-исследовательский проектно-технологический институт машиностроения у НИПТИМАШ. В настоящее время здесь находится инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ульяновска. Дом номер 17 по улице Гончарова был выстроен в первой половине XIX века на средства купцов Карташовых. В 1890-е годы его выкупает у своего коллеги по городской думе, действительного статского советника Александра Ильича Карташова, Семен Иванович Зеленков. Он его перестроил, приспособив под доходный дом. Фасад украсила лепнину в виде картуши с женскими головками и грифонами. Семен Иванович Зеленков занимался не только торговлей. Будучи смекалистым человеком, он стал давать деньги под немалые проценты прожигателям жизни. Разумеется, с условиями, если они могли предоставить обеспечение имущества или драгоценности. В быту Семен Иванович придерживался старых домостроевских порядков. Старик требовал от семейных беспрекословного повиновения, заставлял их от мала до велика выставить все многочасовые церковные службы. И вся семья жила под одной крышей, обязательно обедал вместе. В 1905 году Семен Иванович скончался. Семейное дело унаследовал его старший сын Николай Семенович Зеленков. И это здание также перешло ему. В августе 1908 года Николай Зеленков открывает в этом здании второй в Симбирске кинотеатр, или как его еще тогда называли, электротеатр «Модерн». С 1911 года он стал именоваться «Идеалом». А с 1912 по 1918 года художественный электротеатр «Миниатюр. Зеркало жизни». Именно в этот период его директором был известный изобретатель Симбирска Ефим Евграфович Горин. Нижний этаж этого здания занимал ателье пошива мужской одежды, одного из лучших паркных Старого Симбирска – Фалкино. В 1924 году здесь находился клуб печатников, при котором работала школа политграмоты. В 1960-е годы сюда переехало медучилище. Сейчас здесь аптека, медицинский центр и кафе. Следующий дом под номером 15 тоже принадлежал семье Зеленковых с 1872 года. В середине 90-х годов на месте деревянного магазина купец выстроил двухэтажное каменное здание, трехэтажное со двора, в том виде, в каком оно существует и в наши дни. Часть дома купец сдавал в аренду. На фотографиях начала 20-го века мы видим на доме вывески и других арендаторов. Скоро-печать на татарского, удельная вина и аптекарский магазин КОП. Ныне оба дома выкрашены в голубой и белый цвета и смотрятся единым комплексом. Доходные дома приносили Зеленковым немалый доход. По воспоминаниям внука Зеленкова Алексея Ястребова, Семен Иванович происходил из крестьян села Арского Симбирского уезда. Сначала Семен Иванович продавал срок разную мелочь. Дешевые конфеты, кренделя, пряники и так далее. Накопив немного денег, он построил небольшую лапчонку около Ильинской церкви, а затем и деревянный магазин на углу улиц Большой Саратовской и Панской. Сегодня это улица Энгельса. В его магазине можно было купить ревельские кельки, свежие каштаны, нарвские миноги. Мы дошли до пересечения улиц Гончарова и Энгельса. По преданиям, в начале XIX столетия этот угол был любимым местом для стояний блаженного Андрея Ильича Огородникова. Часами он не покидал облюбованного места, перекачиваясь ноги на ногу, подобно маятнику, из стороны в сторону, и твердя ему одному понятные звуки «бум-бум-бум» со взором, обращенным на какой-либо предмет. Он сначала примелькался с имбиряном, а со временем стал живым памятником этой улицы. Так писал симбирский старожил Алексей Васильевич Ястребов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА